Репродуктивный период вообще — это этап в созревании человека, это не цель. То есть дети приходят к нам как учителя на определенном этапе в союз двоих. То есть когда создается кокон, когда женщина выбирает мужчину мужем, он на это соглашается, она в него начинает врастать полностью, подключаясь ко всем его энергоцентрам. Это происходит на всех уровнях — на физическом, на психическом, на тонкоинформационном. То есть женщина в мужчину врастает, как в аватар, по сути дела, то есть полностью его пропитывает собой. За счет этого начинает иметь над ним полную власть, над мужчиной, но при этом он начинает находить в этом смысл. Он подключен к хранилищам, к базам данных, как в интернет начинает, через женщину идет. Дети приходят к ним в их союз как учителя. То есть на этапе созревания дорепродуктивного люди нахватывают какое-то количество ошибок, и дети приходят к ним подправить их. С одной стороны, воспользоваться родительским кластером, вот этой любовью, вот этим парничком, вот этим энергетическим таким сгустком, шаром, как возможностью взрастить свое тело, а с другой стороны, приносит им вселенскую благодать внутрь вот этого коллективчика, который полностью энергетически взаимосвязан. Как правило, встреча глаз, тискра проскочившая, она приводит к зачатию. То есть этим моментом уже руководит, как правило, ребенок. Ребенок отстраивает свое тело внутриутробно в матери, и выходя из чрева наружу, на этом внутриутробный период не заканчивается. Ребенок от материнской полевой структуры начинает отпочковываться к периоду примерно полового созревания. Ну, после 12 лет примерно. 12 лет он зреет внутри вот этого кокона, и потом уже готовится из него выйти. То есть настоящие роды — это примерно через 13-14 лет, 15 иногда после зачатия происходит. Вот эти сложности, как правило, вот эта проблема отцов и детей, когда вот именно это родовые муки, когда ребенок из кластера выходит. Это всегда было так, и всегда есть, и всегда будет. Это природа. Но непосредственно зачатие внутриутробный период, плацентарный, как говорится, и выход из чрева наружу — это настолько интимный процесс, насколько только вообще возможно. Вообще, если говорить об интимных взаимоотношениях, они начинаются, как только происходит обмен жидкостями у людей, вот поцелуй элементарно, или там, ну, когда на молекулярном уровне и жидкости начинают взаимодействовать, начинает вот этот микробиохимический процесс происходить, иногда даже там запаха начинает, то есть это уже сексуальные взаимоотношения между людьми, и в них никто не должен заучаствовать, никакой третий человек. Потом это приводит все к зачатию, к обмену более плотному жидкостями, и заканчиваются взаимоотношения сексуальные, именно сексуальные, тогда, когда ребенок перестает у матери кушать грудь. Вот это все сексуальные взаимоотношения, в которых никто не имеет права находиться. Любое вмешательство в этот процесс — это блуд, просто блуд. И мужчины должны понимать, что допуская на любом этапе кого-то к своей женщине, они таким образом, по сути дела, к себе в постель тащат еще кого-то со своими энергиями, со своими амбициями, со своими там установками жизненными. Если ты не мужик настолько, чтобы свою женщину взять полностью, вот за нее ответственность, взять ее на руки, уволить ее со всех работ, взять за нее ответственность, это моя женщина, она служит нашему общему семейному кластеру, я за нее полностью отвечаю, я ее окучиваю, защищаю от всего. Поскольку я не могу ее сам цмыкать, да, я приглашаю к себе кого-то, и мы там мою женщину удовлетворяем. Вот что такое присутствие кого-то на родах, это надо понимать. Будь то врач, или будь то там акушер какой-нибудь, или будь то кто-то там, любой консультант или эксперт данной области, пожалуйста, пусть консультирует тебя по телефону или как-то там. Но допустить до тела, до энергетических потоков, кого-либо, это блуд. Вы должны это четко для себя понимать. В каких-то исключительных ситуациях, когда люди настолько инвалидны, что не могут на себя ответственность брать, ну, это допускается, ну, в любом случае, то есть чем ближе люди, которые допущены, иногда это какой-то близкий родственник, иногда это человек, которому вы очень сильно доверяете, которого вы готовы в свой мир интимный пустить, потому что вы сами не справляетесь. Ну, от этого ничего не меняется, но, по крайней мере, это мягче. А что такое роддом? Я не против роддома, я за двумя руками. Роддом – это такое проявленное мужское начало, мощное, которое не оставляет женщине никакого варианта не отдаться. То, что должен сделать мужчина мужское начало, он полностью берет на себя ответственность за женщину, и она в момент родов ему полностью отдается без башни. Потому что женщина в родах, как правило, не участвует, и любое участие женщины в родах вредно. В родах участвуют малыш, небесная канцелярия и плацента. Все, женщина в родах не участвует. Матка руководится, руководствуется посылами небесной канцелярии и малыша. Они рулят, женщина не рулят маткой. Поэтому матка сама по себе, женщина сама по себе. Женщина должна обеспечить возможность этим троим, ну, небесной канцеляриям, ребёнку и плаценте, делать своё дело. Не должна мешать. Мужчина в этот момент делает всё, чтобы женщина испытывала мегаоргазм. То есть она под воздействием вот этих гормонов, счастья, удовольствия вываливается в такое состояние, в такой возвышенный поток проваливается, что она не знает, что с ней происходит вообще. Ни в каком другом состоянии рожать нельзя. Тогда роды проходят бескровно, без боли, без никаких осложнений, легко и радостно. И задача мужчины, мужского начала, сделать так, чтобы женщина просто улетела. То есть то же самое, что и в постели, по большому счёту. Только у них прелюдия начинается во время зачатия, потом близость нарастает, нарастает к полному взаимодоверию. И настоящая радость телесных взаимоотношений во время родов – это пик. То есть пик половых отношений, которые, ну, вот настолько восторг, это просто вот нельзя словами описать никак. Если женщина не может своему мужчине отдаться никак, то надо найти какого-то мужчину другого, более мужественно, кому она может отдаться, пригласить его, ну, это и из оперы, там, кому, кому, кого пригласить, женщину-акушерку или мужчину, там, деда-повитуна. Конечно, мужчина предпочтительнее. Почему? Потому что мужчина заточен на удовлетворение женщин от природы. Любой мужчина хочет женщине сделать приятно. Если вы хотите всё-таки естественный процесс, но мужчина не тянет, зовите мужчину на роды. Если ни то, ни другое вас не устраивает, идите в роддом, потому что роддом и есть тот мужчина, который заставит вашу женщину отдаться полностью, безбашенной. Если она не отдастся добром, и на неё надавят, если никакие там жёсткие меры не порезают, её наколют, порежут, но в любом случае поток идёт на взаимодействие мужского и женского начала, инь-янь. Без мужского начала мощно, правильно, никакие роды не получаются. То, что нам говорят, что девки раньше рожали в поле, знаете почему? Потому что они могли отдаться Богу напрямую. Это ещё более мужское проявленное начало, когда они себя отдают на волю Всевышнего, и Всевышний с ними рулит. Кто из наших девок может сейчас отдаться, имеет такие компетенции, отдаться на волю Всевышнего? Вопрос риторический, никто не может этого сделать. Поэтому боль, поэтому страх, поэтому осложнения в родах. Вот это вот в очень сжатом виде ответ. Скажи коротко твой опыт. Мой опыт, я своих шестерых детей принял сам. Не могу сказать, что это были прям вот идеальные роды, там супероргазмические. Но у нас роды проходят легко, радостно и обыденно очень. Очень обыденно. Но это в силу того, что я ещё не научился свою женщину в полной мере удовлетворять. Удовлетворять, как я к этому иду, этому учусь, у меня не всё получается. Но вот именно оргазмические роды, вот мегаоргазмические я видел, я в них участвовал. Это было не с моей женой, с другой женщиной. Но вот я свидетельствую, что я несколько раз участвовал в родовых потоках, когда женщина не знала, где она, не знала, что с ней, испытывала мощнейший восторг бытия, и не было никакой ни боли, и не было крови совершенно. То есть несколько раз были роды бескровные абсолютно. То есть вообще, вообще без крови. Это удивительно, но это факт. Я лично участвовал в таких родах, поэтому я знаю об этом не понаслышке.